здравствуйте в комментариях под роликом про обучение чтению был задан вопрос моему сыну четыре с половиной он уже месяца 4 как сам активно интересуется буквами я его не заставляю учиться читать ни в коем случае но у нас получилось так что он выучил буквы и практически все буквы в слове безошибочно друг за другом называет но слоги склады к сожалению не видит хотя было время когда я с ним играла специальными кубиками в которых по две буквы но он из этих кубиков начинал строить домики поэтому мы их отложили до лучших времен и вот теперь буквы он выучил и по отдельности называет но слова целиком даже одного слога не видит и сразу начинает нервничать подскажите пожалуйста как мне поступить вообще постараться отвлекать его чтобы он не искал буквы в словах и вернуться к этому позднее с помощью какого пособия или букваря мне перенастроить его на чтение по слогам а не по буквам так как я работаю с детьми более старшего возраста отвечу на ваш вопрос не столько как педагог сколько как мама если ваш ребенок хочет читать ни в коем случае не нужно его тормозить но при обучении нужно обязательно учитывать его возрастные особенности наверняка он не может долго сидеть на месте и концентрировать внимание читать мелкие буквы соблюдая необходимое расстояние от глаз до книги поэтому кубики зайцевая это как раз то пособие которое необходимо вашему ребенку для того чтобы научиться читать и нет ничего страшного в том что он строит из этих кубиков домики открою вам секрет это делают даже первоклашки и кстати строить эти домики можно с умом пропивая перед этим склады и группируя кубики в зависимости от того громко они звучат или тихо твердо или мягко а после построения домика можно прочитать какие склады в нем живут а чтобы кубики сильно не пострадали нужно просто перед их сборкой наклеивать их на картон или ватман а после сборки обернуть скотчем или специальной прозрачной пленкой еще одно пособие которое могу посоветовать это 240 картинок для обучения письму чтению и рисованию считаю что они очень хороши на начальном этапе так как изображенные на них силуэты не отвлекают ребенка от написанных на карточках слов работать с ними можно по-разному я при занятиях с ребенком выбрала самый простой вариант сначала мы читали слова на сторонах с изображениями а затем ребенок должен был сам прочитать слова написанные с других сторон у зайцева есть еще хорошие пособия с баснями с песнями и при желании вы можете приобрести их и заниматься по ним дальше но мы с моим ребенком пошли другим путем и взяли в руки сталинский букварь выбор пал на него потому что в начале букваря очень мало слов напечатаны они крупным шрифтом и в большей части текстов отсутствует деление слов на слоги работали по букварю мы не совсем так как предполагает методика мы просто читали слова тексты обсуждали что изображено на картинках сначала ребенку было легко читать так как слова были самыми простыми мама саша домик потом возникла небольшая проблема при чтении нескольких идущих подряд согласных ребенок постоянно пытался их соединить тогда я стала разбивать сложные слова на склады при помощи подчеркивания и так решила эту проблему по мере увеличения объема материала на странице мы делили его на две части оставляя вторую на следующий раз иногда чтобы разнообразить занятия мы складывали слова написанные букварей из кубиков дописывали недостающие слова слоги после того как мы прошли все буквы мы начали читать сказки и способе учимся читать по складам эти книги хороши тем что склады в словах выделены разным шрифтом и ребенок может легко прочитывать их без посторонней помощи также после каждого отрывка там есть вопросы на которые должен ответить ребенок ну и конечно в книгах есть красивые и яркие иллюстрации которые так любят наши дети на сегодня у меня все надеюсь этот выпуск был для вас полезен задавайте и дальше свои вопросы и подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!